Андрей, раздевайся! Быстрее, Андрюха! Я говорю на спринте, Андрюша! Помните такое? Наверняка помните. А вот кому отрисован этот огненный спич, наверняка не знаете. Ну так мы вас просветим. Этот парень в свои 22 уже становился серебряным призером и чемпионом страны. А еще капитаном сборной был, пусть и молодежный. Речь идет об Андрея Рылыча. Кому обязан столь стремительным успехом этот парень, узнаем. Отец привел на футбол, да. Он всегда горел в футболе, ему это нравится. Он ни одной игры не пропускает, он там бывает не приедет, но обязательно эту игру посмотрит. Он заканчивал институт физкультурный БГУФК, поэтому он прям такой огромный-огромный фанат футбола. Он там и старую сборную часто вспоминает, и сейчас матчи старается смотреть, сам постоянно играет. Поэтому, наверное, вот эта любовь, это он мне привил ее. Футбольные скиллы Андрей начал получать еще в Академии Минска. Однако большие победы пришли в составе другого клуба. Но кто откажется, когда тебя приглашает «Динамо»? Тоже очень долго был в Минском «Динамо». Там мы по детству выигрывали, наверное, всевозможные детские турниры. Там и в Вильнюс ездили, выигрывали. Дальше больше. Транзитом через Солигорский «Шахтер» Рылыч попадает в «Арсенал», с которым завоевывает свой первый трофей на взрослом уровне. Чемпионство во второй лиге – тоже достижение. И в этом была заслуга не только самого Андрея, но и тех, кто в «Арсенале» тогда играл. У таких одноклубников грех не поучиться. Я попал в «Арсенал». Тогда тоже для меня, как для молодого футболиста, я попал. И там были по меркам Беларуси очень качественные футболисты, которые уже, скажем так, доигрывали свою карьеру. Это и Паша Кирильчик, и Слава Глеб, Дима Осипенко. И было очень огромное удовольствие тренироваться с ними, смотреть, как они работают, несмотря на возраст. Это люди, которые выкладываются на 100%. А дальше был энергетик. Рылыч стал частью молодой и дерзкой команды, которую сколачивал Анатолий Юрьевич. И в ней Андрей проявил себя во всей красе. Однако, чтобы пришли большие успехи, нужно было очень мощно потрудиться. Начиналось это, конечно же, с предсезонки. Это, наверное, самая тяжелая предсезонка, которая была. Ну, там, можно сказать, ты живешь на стадионе просто в раздевалке ночуешь, ждешь там тренировок. Ну, это, наверное, это и помогло нам. Потому что, во-первых, я считаю, что у нас был очень сплоченный коллектив. Каждый почувствовал в первых турах, что мы способны, мы готовы, и мы никому не уступаем. И, конечно же, Анатолий Иванович нам помогал, подсказывал, как вести себя. И, там, понятно, что и писали разные, говорили разные, но он нам говорил, не обращайте внимания, мы преследуем свою цель и все остальное нам по барабану. Дебют в высшей лиге для любого молодого футболиста событие знаковое и незабываемое, особенно, если команда еще и побеждает. Правда, в случае с Андреем все вышло немного иначе. Результат матча был так себе, зато воспоминаний на всю жизнь. Да, это матч был против Шахтера, за Энергетик. Я тогда вышел, это мы играли в Молодечно, принимали, и я вот, как сейчас помню, я тогда вышел, и был один у меня очень хороший момент, где, там, мне покатили на 16 метров, и я, там, с хорошей позиции не попал в створ ворот. И я помню, что Анатолий Иванович мне еще долго вспоминал этот момент, потому что, если бы я тогда забил, то мы бы могли и в ничуть сыграть, и, по-моему, тогда проиграли. За успехами «Энергетика» пришел и вызов в молодежку, причем не просто вызов, а капитанская повязка. Круто! Вот если бы еще результаты команды радовали, ведь имена в сборной того созыва и сейчас на слуху не только в Беларуси, но и за границей. Вот момент, Кузнецов ударить не удалось, ну и, наконец-то, мяч в воротах оказывается, Рылыч его записывает на свой счет. Ну, я согласен, команда у нас была хорошая, мастеровитая, ребята были. Ну, трудно сказать, почему. Наверное, кому-то не хватало игровой практики в клубе, кому-то, может, мешали какие-то травмы. Я, честно, не знаю и очень жаль, что у нас не получилось оправдать ожидания, наверное, которые там рассчитывали все. Поэтому, честно, даже отговорки не нужны тут. Мы сами понимаем, что никто в этом не виноват, кроме как нас. И, конечно, когда вспоминаем, думаю, что могли бы намного лучше выступить. Успехи Рылыча стали заметны не только на просторах высшей лиги. Был еще один рейтинг, да еще какой. Седьмая строчка в рейтинге самых перспективных атакующих плеймейкеров мира – это вам не шутки. Ну, конечно, когда я увидел это, был немного шокирован, потому что приятно оказаться в десяти лучших даже не в своей стране, а во всем мире. Ну, конечно, это приятно, но точно не стоило там, не знаю, задирать голову и ходить там рассказывать, вот я там, кто-то нет. Ну, такого, я считаю, не было. В Гомеле, где сейчас играет Рылыч, Андрей Горовцов использует его практически везде. И везде получается весьма неплохо. Так что ценность Андрея для гомельчан переоценить очень трудно. Удар Рыздали, перед собой отбивает Шпаковский, и счет в матче открыт. Гомельчане на 33-й минуте забивают гол в ворота Минска. Я бы очень хотел, чтобы он остался и на следующий год. Как будет, я сказать не могу. А ценность Андрея, ну, я вам скажу так, я его уже говорил раньше, что я знаю его по молодежной сборной. Во-первых, это человек, который может закрыть минимум три позиции. Да, он может быть не так ярок в игре, но он огромный объем работы делает. Ну, это человек, на которого я могу положиться. После таких слов от тренера можно было и загордиться. Однако Андрей не из таких. В конце сезона аренда Рылыча в Гомеле завершается, и он вернется в Минское Динамо. А вот что его там ждет? Да, честно, я пока даже не думал об этом, пока идет сезон, все мысли о сезоне, помочь Гомелю добиться максимальных каких-то задач, целей. Ну и, конечно, не забывать про себя, то есть, чтобы напоминать о себе там каждую игру. Что ж, с таким подходом к футболу и быту нам остается пожелать Андрею только удачи и, конечно, новых побед, где бы он ни был. Я думаю, что уже по окончанию сезона я вернусь в Динамо, они скажут, наверное, какое-то свое мнение, я свое, и будем пытаться сходиться на чем-то.